В очередном туре Чемпионата России по мини-футболу среди любительских коллективов встретились две ноябрьские дружины – «Газпромнефть» и «Вираж». Первая встреча началась с осторожного футбола, когда оба клуба за первые семь минут не создали ни одного голевого момента, а потом взяли потух свет. Минут десять команды бродили по полю в темноте, а когда игра возобновилась, на поле продолжилась абсолютно ровная контактная игра. Лишь в оконцовке тайма «Газпромнефть» удалась красивая многоходовая комбинация, которую замкнул Игорь Горлин. Впрочем, «Вираж» еще до перерыва сумел отыграться. Один-один. Второй тайм лучше начали нефтяники, дважды поразив ворота муниципалов. Но исход встречи еще не был ясен. За пять минут до финальной сирены «Вираж» меняет вратаря на полевого игрока, чем было чуть не воспользовался голкипер «Газпромнефть» Роман Назариков. Мяч, посланный им, описал в воздухе замысловатую дугу, попал в перекладину и вернулся в поле. Что не удалось вратарю, сделали полевые игроки, забившие в пустые ворота еще четыре мяча. И «Газпромнефть» заслуженно победила 7-2. Эта игра у нас принципиальная. Противник очень сегодня сильно с первых минут себя проявил. Было очень трудно сегодня поначалу играть. В конце где-то физически они подздали, это было видно, и мы этим воспользовались и реализовали все свои моменты, и повели в счете, и выиграли в итоге. Увы, похоже, первой игре «Вираж» отдал все свои моральные и физические силы. Так что воскресный поединок получился не таким напряженным, как субботний. У муниципалов мяч просто валился из ног, они много и часто допускали грубые ошибки в обороне, а нефтяники, несмотря на отсутствие в составе двух игроков основы, наоборот прибавили и просто растерзали своего соперника, забивая мячи на любой вкус. Все, что удалось «Виражу» в воскресном матче, это забить в конце встречи мяч престижа. 9-1. Убедительная победа «Газпромнефти». Два дня зал полон, генеральный директор, все руководство здесь, поэтому настроек был сумасшедший. Это раз. Во-вторых, ребята выполнили все, все, что мы задумывали. Теперь у «Газпромнефти» до завершения регионального этапа остался домашний тур. 13 и 14 апреля в ноябрьск приедет сургутский «Газмяс». Именно в этих поединках и решится судьба первого места в зоне «Западная Сибирь». Алексей Попов, Артур Кабаневский, Виталий Харченко. Новости нашего города.